Есть много чего сказать и переполняют эмоции. Странно чувствовать себя хорошо, когда ты поняла, что попала в говно. Пусть в тепленькое, в жидкое, но ты уже попала. Ну или про современный абьюз. Тема не самая приятная по сравнению с остальными формами насилия. Эта манипуляция, она очень молодая, условных рефлексов еще не выработалась. По защите себя ничего не понятно. Если человек подходит к тебе и бьет в морду, то все понятно. Ты ему отвечаешь в ответ, а тут непонятно. Тут все ласково и тепленько. В уши сут самого с первой секунды. Накладывают теплое на голову. Тепленький лавбомбинг в течение месяца максимум. Почему так коротко? Потом суровая реальность. Потому что у них экспресс-метод. Сначала вас прокатят на эмоциональных качелях. Уху! Туда! Сюда! И в одном из свободных полетов он скажет что-то подобное. Типа, а не могла бы ли ты качаться не сверху вниз, а справа налево? Если ты не подчинишься, то я уйду из твоей жизни. Жертва начинает судорожно дергать лапками. И качельки вправо-влево. А там шарниров нету. Они так не двигаются. И вот уже качающаяся в истерике абьюзер задал вам такой квест. Только лишь для того, чтобы ты отреагировала, родная. Надо же понять степень зависимости. Жертва от насильника. И он очень доволен. Вы видели эту улыбку абьюзеров? Вот эту вот улыбку удовлетворения, когда они сосут с вас эмоции. Качают их, как автомобильным насосом. Вы знаете, а я видела часто. У нас конкурсанты марафона мудаков морджами разбежались. И там много таких на съемках моих новостей за 22-й год было. Вседозволенность, слабоумие и отвага. Вот три слова, которые вам придут в голову, когда вы увидите один из этих выпусков. Я верю, что среди женщин тоже таких хватает, но в подавляющем большинстве абьюзеров все-таки это мужчины. Ведь женщин пиздить это незаконно, а вот так вот пиздить разрешено. Абьюзер эталонный. Что же это за пункты, по которым вы поймете, что ваш напарник абьюзер? Самолюбование. Постоянно повторяет фразу «тебе показалось». Он будет называть другую женщину «человек». Или человечек. Попросит денег или подарков. Вы будете заниматься его делами. Обязательно приведет вас в такую же, как и он, абьюзерскую компанию. Может применять физическую силу. Будет угрожать то, что расскажет всем про вас, какую-нибудь подноготную, которую вы не хотите никому рассказывать. Может угрожать физической расправой. Очень трусливо, наигранно, малодушно, очень роботично, умеет ссать в уши. Очень сладенько и льстиво. Если вы все еще слушаете такие сказочки, то вам пиздец. Это классическая схема. Как это делается? Сначала лавбомбинг или сахарное шоу. Но мы уже выяснили, что это до месяца. Потом вынимается весь ресурс. Обесценивание и утилизация. Да, вам не послышалось. Утилизация как мусора. Потому что от вас больше ничего, кроме говна, не останется. Переваренная вы будете. И на выходе травмированная, запуганная и не верящая в себя жертва девочка. Отлично. Не верит ни в себя, ни в людей. Каждое слово пропитано ядом. Чтобы вызвать в вас, конечно же, разнообразную реакцию. Чтобы вы отреагировали эмоционально. Применяют манипуляции сознанием. Могут дойти до того, что перевешивают дверь, допустим. С одной стороны, чтобы она открывалась. А потом в другую сторону, чтобы в следующий день открывалась. Или закручивать ее саморезами, пока жертва спит. И в итоге жертва соглашается, что она, наверное, что-то ку-ку. Сумасшедшенькое. Ей показалось. Все она в сомнениях. А что же такое сомнение? Это совместные мнения с другими людьми. Когда вы вступаете в сомнение с людьми, неизбежна ваша неуверенность в себе. Так что имейте, пожалуйста, стержень. И имейте свое личное мнение по поводу вашей жизни. Это очень важно. И по поводу того, что с вами делают и что с вами происходит. Если у вас не будет собственного опыта и мнения, и будет отсутствовать ваша цель, то вам конец. Вы попали. Опять. Газлайтинг и медленное сведение с ума, всяческие манипуляции ее психикой. Люди со стержнем внутренним их не интересуют. Тут совершенно непонятно. То ли актриса я заебата оказалась, то ли это они как-то попутали насчет меня. И подумали, что я тупая. Но с калибровкой у наших гуанских абьюзеров очень хреново. Да, они правы. Про абьюзеров снимают лишь их жертвы, чтобы предостеречь тех, кто может попасть в эту трудную ситуацию. Но так это не работает. Мы не слышим чужой опыт. В моем блоге я прекрасно понимаю, что если вам суждено попасться на крючок нарцисса или психопата, вы обязательно это сделаете. Потому что никто меня не смог убедить в том, что я связалась, по сути, с мудаками. По локдаунскому времени, 22-го года. Потом, конечно же, путем своих опытов я пойму, что шакалы меня окружили. Сначала понижается вера в себя, ломается воля. И вот вам курица запуганная, которая приносит вам золотые яйца. Что, больно? А я знаю. Потому что ты предлагал человеку весь мир, а он решил хапнуть, украсть, убить и убежать. Чтобы не поймали скраденым, как вора. Так поступают зэки, уголовники. В 99% людей, кто сидит в тюрьме, это социопаты. Социопаты – это те же люди с психологическими нарушениями личности. Так что пока что все сходится у нас. Схема одна – забрать ресурс. Похер, какими способами. Насильными. А какими? Тут уже все во что гораздо. У меня была подруга, которая вела дневник во время общения с этой псарней. Какие техники манипуляции они использовали? Почему я говорю о них в прошедшем времени? Потому что ее уже нет в живых. Потому что она сдалась и позволила себя сожрать. Потом следующей была я. Со мной уже было посложнее. У меня были проблески сознания, которые мешали, конечно же, мной манипулировать. Я понимала сквозь эту сладкую приторную вату. Я видела, как они пытались оторвать от меня себе кусок на пропитание. В итоге я, так же, как и Даша, поступила в больницу GMC Госпиталь. Но уже не в морг, а в психиатрическое отделение. Так я выехала из абьюзерской схемы. Я, в отличие от Даши, осталась жива. И когда я осталась одна и увидела настоящие лица этой псевдо-мужской вечеринки гуанской. Девочки, а почему вы так романтизировали болототу? Не можете мне объяснить? Вы можете себе представить, что какой-нибудь красивый, накачанный, в полном расцвете сил пишет не в Тиндер, не в Баду и даже не в Инсте, а на зону, магаданскую женскую колонию, где живут, конечно, настоящие женщины. Вы можете себе такое представить? А почему-то женщины не западло. И они, видимо, видят так идеальные отношения. Потому что что они ищут в этих а-ля настоящих мужчинах? Защиту. А защита у нас только у них. На зонах. Либо в болототе. Да? Ну тогда вечер в хату, как говорится. Интересненько. Но вы потом, пожалуйста, мне на коленочках не нойте, когда ты превратишься в жабу или заочницу, которая ждет чувака с зоны. После своих отношений с бывшим взяла перерыв в три года в отношениях. Мне надо было разобраться со своими задачами. А все остальные как-нибудь подождут. К тому же местные русские мужчины не мотивируют к любви. Их обычно объединяют наркотики и алкоголь. Женщины их не объединяют. Женщины – это расходный материал. Один из нарциссов мне как-то рассказывал историю про то, как они продавали женщин в шлюховые дома. Ну это тоже своего рода манипуляция, чтобы предупредить неким образом меня как жертву, что если ты соберешься от меня отказаться, то тебя ждет вот это. Он как бы в итоге выше шлюхи тебя и не ставит в своей системе иерархии авторитетов. Выжмет последние соки и поскочит дальше. Девочки, я вас заклинаю, не вступайте, пожалуйста, в следующие травматические отношения. После травматических отношений сделайте перерыв. Остановитесь, сотрите все телефоны, заблокируйте тех, кто не заинтересован в вашем счастье. Еще заблокируйте тех, кто выводит вас спецом на все эти эмоции. Восстановитесь, вспомните, пожалуйста, а что вы любите? Как дальше будет жить этот абьюзер? Вообще не ваше дело, он найдет себе новую, непереживаемую, травмированную. А ты должна восстановиться, как птица феникс, из пепла и должна стать снова красивой, счастливой и улыбчивой, мощной, ресурсной девочкой. Ты никого не узнаешь. Ты такая ровно была до вступления в эти отношения с абьюзером. Тебе просто надо стать снова собой. Да, это был трудный период в твоей жизни, это был твой опыт, но теперь есть возможность стать снова собой. Это трудный опыт. Я делюсь с вами, как я восстановила себя из пепла. Они ведь на других-то и не зарятся. Они зарятся только на очень ресурсных женщин и состоявшихся женщин. Здешние вампирята, я заметила, в Монсун начинают жрать в своих же, не умея унимать свои неуемные аппетиты. В сезон у них очень много дел, как говорится. Столько женщин, которые хотят быть любимыми. И на моем или Дашином месте может оказаться, поверьте мне, любая женщина, приехавшая на курорт Северного Гуа. Подробнее о особенностях гуанских, азиатских, так скажем, абьюзеров я расскажу в следующих выпусках. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить, если вам интересно, как таковая тема абьюза. Или вы хотите выйти из абьюза, или вы ищите поддержки. Поверьте мне, девочки, все у всех было и есть одинаково. Просто мы не знаем о существовании друг друга. Что на самом деле происходит вокруг нас, мы можем понять только из своего личного опыта. А наш опыт прекрасен. С прекрасными творческими идеями, мощные, красивые, умные, современные. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Держите свой стержень до конца. Вы не одиноки абсолютно, я тоже была на этом месте. И возможно выбраться. Ну и опять же, если что, если вдруг завтра я не выйду в эфир.